Меня Максим, работаю я в серве на позиции архитектора. Занимаюсь чем попало в том плане, что поддерживаю новых клиентов с их желаниями и хотелками. Помогаю им понять, чего они хотят и как нам это делать. И иногда потом делаю то, что помог им понять. То бишь участвую в создании чего-то. Не всегда теория. Я бы хотел сегодня рассказать про пару библиотек. Это скорее не фреймворки. Думаю, что тему презентации я потом еще поправлю. Позиционируют они себя как библиотеки для in-process взаимодействия. Процесс мессенджеринг. И они могут нам немного помочь в наших актуальных проблемах, которые я заметил, работая над проектами в последнее время. Я собираюсь рассказать про то, как обычно исторически сложилось так, что люди создают проекты так, как они сейчас это делают. Что такое CQRS напомню за 5 минут. И, собственно, расскажу о тех штуках, которые я нашел, заметил, мне понравились. И как их использовать. В принципе, большинство приложений, по крайней мере из тех, что я видел, ну и вообще очень популярный подход, это многослойная архитектура или interior architecture. Самый популярный подход, вариант этой архитектуры, это три уровня. Презентация, бизнес-логика и доступ к данным Data Access. Архитектура очень простая. Ее легко понять. Ее легко организовать. Она подходит практически под каждое приложение. Легко отделить различные сферы ответственности между уровнями. В общем, все классно. Единственное, что она не очень хорошо подходит для более сложных приложений. Потому что она диктует, как разделить ответственность между уровнями. Но вот что делать внутри уровней, уже ложится на плечи разработчиков. А плечи разработчиков оказываются немного хрупковатыми для такого. Ну, не знаю. Давайте посмотрим. Как обычно, клиент взаимодействует с таким приложением. Клиент забирает какие-то данные, клиент отсылает какие-то данные. Это чаще всего либо вьюшки, либо модели. Исторически сложилось так, что интерфейсы развивались эволюционно. Первыми интерфейсами были кратподобные. Create, read, update, delete. Позволяли они 4 действия. Были довольно простые. Я до описания интерфейсов сейчас дойду. Потом они эволюционировали в task-based. Потом, которые, кстати, мы используем сейчас. Клиент может быть и чаще всего в новых разработках является single-page application. Это когда ваш клиент это megabyte JavaScript кода, которые загружаются и потом работают, чтобы не перезагружать хедер. Вместо того, чтобы быстро работать с сервером. И вот примеры интерфейсов, которые работают с данными в типичном приложении. Крат-based это какой-то грид с возможностью посмотреть детали, удалить, создать. Task-based интерфейс. Немного отличается тем, что он артикулирует пользователю, какие действия он может сделать. То есть он не ограничивается четырьмя действиями создать, удалить. Дает понять, какие действия влекут за собой какие-то бизнес-процессы, бизнес-решения. То есть, например, изменение типа story. Представим себе, что эта сущность это какой-то айтем в джире. Там могут быть story, таски, дефекты, бла-бла-бла. И изменение типа мы не можем просто поменять тип и сохранить. От этого зависят многие другие параметры и куча бизнес-логики, которая с этим связана. Поэтому, крат-бейст интерфейс для таких вещей не очень подходит. Когда мы начинаем сохранять, начинает валиваться куча сообщений о том, что вы забыли сделать то, вы забыли сделать все. Нам нужны такие параметры дополнительные, еще иные. Поэтому, таск-бейст интерфейсы подходят для этого немного лучше. Они позволяют собрать дополнительные параметры, дать понять, что это не такая простая задача, чтобы поменял, сохранил. И в связи с этим получается так, что количество методов в контроллерах и вообще количество методов в логике приложения превышает 4 и начинает расти. В итоге мы получаем что-то вроде вот таких контроллеров, где куча всяких геттеров, куча всяких экшенов. Не то, чтобы это было плохо. В принципе, вот этот контроллер, это взят с одного из проектов, все переименовано, чтобы вы не узнали откуда. Не самый сложный контроллер, бывают в разы больше. Проблема начинает виднеться здесь и связана она с тем, что большое количество разных действий у нас помещено в один контейнер. Здесь этот контейнер это контроллер. Если разработчики были достаточно умны, чтобы вынести бизнес-логику из контроллера, то это не так страшно. Какие-то cross-cutting concerns, такие как валидация, могут быть тоже вынесены за пределы контроллера в модели. Первое, что можно здесь заметить, это то, что количество моделей у нас достаточно большое. То есть, этот контроллер не страдает от зависимости, когда модель только одна, ее нужно возвращать, ее нужно получать, и это ограничивает его возможности. Здесь каждая модель может иметь свою собственную валидацию. Каждая модель может быть привязана к тому, что нужно отобразить на экране. То есть, мы не гоняем зря большие объемы каких-то данных, если модель сложная и имеют десятки полей. Это хорошо с точки зрения контроллера, но чем глубже в бизнес-логику, тем сложнее с этим работать, потому что на уровне data access у нас чаще всего существует какая-то одна модель, которая проецируется на базу, либо ORM работает с ней, либо какой-то самописный фреймворк. И она в итоге призвана вмещать в себя все те возможности, которые дают вот эти модели здесь. И превращается она в монстра, честно говоря. Вот это кусок бизнес-логики, который обслуживает этот контроллер. Все эти хрени менеджеры, это зависимости, которые нужны этому контейнеру с бизнес-логикой, чтобы выполнить, чтобы обработать запросы контроллера. Как видите, их тут довольно много и свидетельствует это о том, что он имеет довольно большую связность и, скорее всего, не имеет какого-то единственного предназначения. Иными словами, это нарушение Single Responsibility Principle. Я думаю, что эта вещь может выглядеть довольно знакомой многим. Бизнес-логика чаще всего выглядит именно так. Не всегда удается ее правильно поделить. Не всегда они называются менеджеры. Это могут быть сервисы, это могут быть процессоры. Я слышал, и мне нравится утверждение о том, что если у вас класс кончается на IR, то у вас где-то, скорее всего, проблема. Менеджер, дуэр, что-то делатель, в общем. Это свидетельствует о том, что в нем нет данных, в нем есть только логика, а данные где-то в другом месте. И значит, что есть эта зависимость, и зависимости у вас становится все больше и больше, чем больше логики вы имеете. Само собой, репозитории, слой доступ к данным, если он у вас через репозиторию, если не через репозиторию, через что-то другое, не важно. Тоже не становится проще от количества логики, которая складывается в одном контейнере и вынуждена обращаться к нижним слоям. Какие еще здесь могут быть проблемы? Я уже упомянул сущности, которые используются в бизнес-логике. Чаще всего это какая-то одна сущность. Может быть решение такое, что сущность существует на уровне Data Access Layer, а до бизнес-логики доходят уже разные специализированные под запрос сущности. Но смысл в том, что такие сущности, которые существуют для связи с базой данных, фактически заставляют вас разрабатывать в таком процедурном стиле. В итоге, не контроллер, бизнес-логика выглядит как какой-то менеджер, какой-то сервис, который выполняет много различных действий между собой, связанных весьма опосредованно. Сами же модели не содержат в себе каких-то методов, а представляют собой какой-то класс с кучей пропертей и может с парой дополнительных методов, которые обрабатывают эти проперти. Но логика не находится в объектах. Мартин Фаулер считает, что это антипаттерн, называет его Anemic Domain Model. Суть его в том, что логика отделена от объектов, и это, по его мнению, является нарушением объектно-ориентированного программирования, его принципов. Ну, не то чтобы это был антипаттерн на 100%, антипаттерны всегда зависят от того, кто и где применяет это решение, но факт остается фактом в том, что это не может быть рассмотрено как domain-driven design, по крайней мере, потому что в сущностях отсутствует Ubiquitous Language. Сущности фактически являются Data Transfer объектами и ничем иным. Дополнительная проблема может заключаться в том, что оптимизировать Data Access Layer при таком подходе довольно сложно. Когда у нас есть какой-то один объект, мы вынуждены читать этот объект из базы, если мы используем ORM целиком, даже если нам нужна пара каких-то полей. Если вы используете какой-то подход с проекциями этого объекта прямо в ORM, как позволяет, например, Entity Framework, это немного облегчает описанную проблему, как, например, здесь у нас есть куча моделей. Все эти модели возвращаются уже из Data Access. То есть Data Access не достает ненужных данных и может оперировать сущностями, предназначенными для конкретного запроса. Не всегда это так. Не всегда это получается. Кроме того, чаще всего объекты, которые используются для связи с хранилищем данных, это может быть не обязательно даже релационная база данных, содержат в себе кучу информации о том, как именно происходит мэппинг, какие-то инструкции ORM, каким образом поддерживать взаимодействие, решать проблему расхождения принципов между объектным ориентированным программированием и релационными базами данных, или с нерелационными это проще. Поэтому такие модели начинают в себе совмещать несколько ответственностей. Это как связь с хранилищем, так и обработка какой-то бизнес-логики. Ну, опять же, с точки зрения Single Responsibility принципа, это не очень хорошо. Как мы можем порешать эту проблему? И если она есть, при условии, что она есть, сразу оговорюсь, что это решение не подходит, это решение вам не подходит, если у вас нет проблемы, если ваша бизнес-логика не настолько сложна. Как правило, если у нас много ответственности в одном классе, то что нам нужно сделать? Нам нужно его поделить на классы по одному на ответ, на Responsibility. Есть такая техника, вернее, паттерн, CQRS. Я попробую рассказать, что это такое, напомнить, если кто-то не помнит. Это не какая-то новая штука, существует довольно давно. Она не годится для всего, что вам нужно. Она годится только для определенных вещей. Это разделение ответственности в бизнес-логике. Это не является архитектурой. Это не принцип, это паттерн. CQRS это не обязательно что-то связанное с месседжингом, либо ивент-сорсингом, либо ивентингом. Она не является необходимым пререквизитом для domain-driven design. И вы не обязаны использовать domain-driven design, чтобы использовать CQRS. Несмотря на то, что чаще всего они используются вместе. Вам даже не обязательно иметь разные модели для чтения и записи, поскольку паттерн не является в этом. Но это является довольно частным последствием использования CQRS. CQRS был описан примерно в 2010-м. Упомянут, по-моему, 2008-м Грегом Янгом это паттерн, который основывается на command-and-query-separation принципе. И он довольно простой. Там нет ничего сложного. Несмотря на это, возможно, благодаря своему описанию многословному, который Грег выкатил, люди его воспринимают через CQRS сложно как-то. Объяснить его можно просто. Во-первых, command-and-query-separation принцип. Что это такое? Этот принцип описал Бертранд Майер в 1988-м. То есть, это вообще не является новостью. Идея в том, чтобы делить методы объекта на две четко разделенные категории. Это queries, запросы и commands, команды. При этом queries возвращают результат и не меняют состояние системы. У них нет сайд-эффектов. они идемпотентны. То есть, сколько бы раз вы не запустили query, от того, что она делает, ничего не меняется. Что-то другое может поменять состояние системы между query, но сама query не меняет систему. Command. Команды меняют состояние системы, но при этом не возвращают значений. Это очень удобно делить модификатор делить методы на модифицирующее состояние и не модифицирующее, потому что благодаря этому можно легко работать с query. Их можно перемещать, менять, заменять. Это не так легко делать для команд, которые меняют состояние. Наличие возвращаемого результата дает понять, что является query, что является командой. Не все вещи подходят под этот принцип. Один из примеров это операция извлечения из стека, которая меняет состояние стека и возвращает результат одновременно. Но говорят, в любом правиле могут быть исключения. CQRS это сокращение от command query responsibility segregation. Фактически это command query separation плюс разделение объекта на две части. Паттерн не очень интересен сам по себе. Он становится интересен, если рассматривать его с архитектурной точки зрения и последствий которые вернее не последствия а действий которые можно произвести на его основе. Вот пример. У нас был какой-то сервис с кучей методов часть из которых команды часть из которых query меняется он таким образом чтобы объектов было два один из них содержит только команды другой из них содержит только query. что это позволяет достичь? Это позволяет поменять взгляд на разработку и подсознательно воспринимать эти части как отдельные вещи. Далее это приводит к тому что становится возможным не знаю ментально что ли поделить эти команды на отдельные объекты и представить команды как объекты используя command pattern а также работать с командами и query раздельно то есть в конечном итоге это может вылиться не только в использовании разных классов для query и для команд но и в использовании разных источников данных то есть ситуация когда команды меняются стояние в одном источнике данных он реплицируется в другой источник данных и этот второй источник используется для query для чтения таким образом получается достичь распределения нагрузки при случаях когда количество операций записи сильно отличается от количества операций чтения чтение чаще всего намного чаще вызывается и имеет смысл использовать кэширование использовать денормализованные базы использовать нереаляционные базы данных для этого но начинается все с разделения на запросы и query query да запросы и команды дальше я добрался до библиотек в библиотеке у меня будет две остальные я расскажу в конце почему я их не рассматривал потому что не нашел одна из них это медиатор фактически это имплементация паттерна медиатор для dotnet она очень простая у нее нет зависимостей она поддерживает netstandard 1.1 ну и фреймворк конечно тоже ее очень легко за сетапить для вашего inversion of control контейнера возможно не для всякого но она поддерживает целую кучу и что в ней есть это реализация взаимодействия типа request response pub sub и все это может быть либо синхронно либо асинхронно request response означает что это какое-то действие которое выполняется один раз и какой-то один обработчик обрабатывает это действие pub sub это вариант когда какой-то event происходит и несколько обработчиков могут обработать то есть они отличаются только количеством обработчиков как его использовать очень просто во-первых нужен результат команды результат команды это какой-то класс в котором есть какие-то данные то есть сейчас мы рассматриваем команды в целом поскольку и query и command могут быть представлены как паттерн команд разница в том что команд в терминах cqrs не возвращает результатов дальше нам нужны параметры команды и здесь мы встречаем первый интерфейс из медиатор он нужен для того чтобы привязать запрос к ответу и дальше использовать эту информацию чтобы подобрать нужный хендлер для этой команды дальше мы пишем хендлер хендлер наследуется от интерфейса который дает медиатор он в себе единственный метод который он себе содержит это ваша бизнес логика ваша бизнес логика принимает на вход то что вы описали как параметры и возвращает то что вы описали как результат все просто для синхронной работы нужно наследоваться другого интерфейса это невелика разница дальше вы регистрируете медиатор в своем контейнере вы инжектите медиатор в место откуда вам нужно вызывать бизнес логику и создаете экземпляр параметров отправляете и получаете результат все просто как это выглядит в живых проектах допустим у вас есть какой-то сервис который делает кучу всего создает проекты модифицирует переводит их в другие состояния возвращает результаты давайте попробуем пройтись по преобразованию каждого из методов этого этой бизнес-логики не обращайте внимания что здесь всего несколько строк потому что каждый из методов может легко переваливать за сотни если бизнес-логика сложная не то чтобы это было классно возьмем для примера какую-то команду которая меняет состояние системы в данном случае она должна предположительно создать проект сохранить его в хранилище отсюда получается так что имя метода это фактически наша команда то что мы метод принимает на вход это параметры команды он ничего не возвращает поэтому обработчик команды наследуется от такого интерфейса который принимает в себя только параметры ваша бизнес-логика находится вот здесь команд-хендлер может принимать любые зависимости которые вам нужны медиатор при встраивании в inversion of control контейнер будет использовать его возможности чтобы создать инстанс хендлера и дать ему все зависимости в которых он нуждается таким образом мы уходим от той проблемы где она была сейчас полистаю от той проблемы когда у вас куча зависимостей вкладывается в один контейнер которые между собой эти зависимости не используются в каждом из методов проследил и ни в одном из методов не надо все все 10 зависимостей то есть у вас упрощается система зависимости в приложении у вас уменьшается количество классов которые являются сильно связанными мы были здесь 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 да вот здесь окей с командой в принципе все понятно query мне понятно если будут вопросы то я отвечу на них попозже это запрос в запросе делай чуть-чуть сложнее чем с командой потому что в запросе есть как параметры так и результат для этого во-первых сам запрос становится классом это не обязательно может быть класс мы можем использовать namespace либо что-то иное либо называть классы query и модул как-то иначе все зависит от того какую стратегию вы изберете это не суть важно параметры запроса становятся одним классом результаты запроса становятся другим классом и описывается хендлер который принимает параметры возвращает результат здесь находится тот код который достает вашу модель и возвращает ее в такой схеме ничто не намекает на то что вы обязаны использовать какую-то определенную модель когда вы рассматриваете подобную структуру отдельно становится понятно что в принципе query handler может возвращать ту самую модель которая необходима для показа в результате этой команды в результате этого запроса то есть если вам нужно показать какой-то short summary для проекта не нужно возвращать 58 полей не нужно запускать методы репозитория либо контекста которые будут выбирать ваш объект со всеми его 25 зависимостями можно использовать какие-то облегченные средства типа даппер либо написать a.net решение на нем чтобы не нагружать лишней логикой код и в дальнейшем довольно легко перейти на другие методы получения информации не связанные с тем как вы ее записываете вторая штука о которой я хотел бы рассказать это Briter это библиотека немного сложнее сами они описывают как имплементация паттернов Command Dispatcher Command Processor и Task Queue фактически что она делает это тот же самый Request Response PubSub все это либо синхронно либо синхронно но сверх того они поддерживают взаимодействие с помощью очередей сразу оговорюсь что очереди я не рассматривал потому что использовал я эту штуку для попытки разделить команды и запросы на друг от друга библиотека это немного сложнее NetStandard ей нужен уже 1.6 у нее есть зависимость от Newton Soul JSON и Poly Poly довольно интересная библиотека для месседжинга если есть интерес посмотрите это несколько паттернов связанными с Quality of Service такие как Circuit Breaker Retry все это используется для дополнительных политик в Brighter но нам это сейчас не нужно пока что как это все выглядит на примере пример с командой здесь команда команда наследник интерфейса iRequest из Brighter в ней есть параметры и в ней должен быть еще свойства которые используют инфраструктура Brighter предположительно я честно говоря не нашел упоминания о том зачем им этот ID с GUID может быть проблемой если ваши ID тоже идентификаторы тоже GUID и вам их тоже нужно передавать в команде тогда вам придется изобретать разные другие названия которые мы увидим далее далее сама сам обработчик команды поскольку нам ничего возвращать не надо мы не описываем результат мы наследуемся от request handler указываем ему запрос и пишем бизнес логику что происходит с запросом запросе все сложнее потому что нужно вернуть результат и здесь Brighter тоже немножко хуже выглядит потому что его request handler не имеет возможности вернуть никакого результата поэтому приходится и сами разработчики Brighter рекомендуют изгаляться таким образом делать мутируемые команды мне не очень понравилось это решение смысл заключается в том что результат это одно из свойств команды вот этот класс это представляет собой результат можно иметь несколько полей вместо этого но выглядит это еще хуже сложно понять где параметры где результат кучи ID начинают путаться вместе в общем становится хуже чем было в том гигантском контроллере дальше описывается обработчик запроса handler в котором вы пишете свою логику по доставанию и из базы и ну я не стал ее писать я запихал null в результат как это выглядит при вызовах при вызовах это выглядит как точно так же как в медиаторе вам нужен экземпляр инфраструктуры brighter который можно зарегистрировать в inversion of control контейнере вы берете этот интерфейс инфраструктуры и создаете свою команду и посылаете ее точно так же происходит с query но с query поскольку он не возвращает результатов приходится потом еще отдельно доставать результаты из мутируемой query что выглядит тоже не так уж прикольно сам brighter как конфигурация его конфигурация выглядит не так просто и доступно как в медиатор он находится в активной разработке сейчас куча изменений происходят меняется документация и не всегда можно найти какую-то вещь которая если вы копнете чуть глубже чем hello world то есть документация довольно обширная но встречаются какие-то устаревшие либо недостающие кусочки по сравнению с медиатор он поддерживает немного больше функциональности это несколько паттернов такие как тайм-аут ретро и circuit breaker у меня нет сейчас к сожалению времени рассказать о них но это довольно полезно для взаимодействия межпроцессного для целей in-process communication нам это не так нужно что еще я рассматривал есть такие штуки как mass transit rebus and service bus но все они их основное предназначение это межпроцессное взаимодействие взаимодействие для процессов которые расположены на разных машинах в разных подсетях и так далее это довольно большие фреймверки тяжелые с зависимостями и для решения задачи поделить вашу бизнес логику на подчасть они не очень подходят в итоге что мы имеем мы знаем что у нас есть сиквирес что он подходит не для всех приложений он может подходить вам в каком-то одном случае в каком-то одной области но не подходить в остальных это абсолютно нормально не все не обязано все приложение быть построено на common queries aggregation вы можете иметь крут в одном месте сиквирес в другом месте event sourcing в третьем месте без проблем все зависит от того какую задачу вы решаете насколько сложное взаимодействие у вас в этом конкретном месте медиатор простой быстрый легко написать нужную инфраструктуру мне понравилось брайтер более мощный немного съезжает в сторону mesh process communication иногда довольно сложно разобраться в том как именно его применять не всегда его предназначение совпадает с тем что вы пытаетесь сделать и как заключение это бизнес логика сложная и сложность бизнес логики нужно усмирять каким-то образом не стоит оставлять ее такой как есть потому что она имеет свойство расти и через три месяца от вашей чудесной архитектуры которую вы заложили в проекте не останется ничего потому что там будут в основном костыли во все стороны торчать потому что приходит заказчик и говорит давайте добавим новый тип проекта и вы начинаете вставлять if ссылки я так понимаю что презентация будет потом доступна где-то у нас на конфлюенсе я привел несколько ссылок что касается самого cqrs библиотек как бонус это довольно неплохое неплохая презентация джимми богарта по его подходу как он старается разрабатывать приложение джимми это создатель медиатор и он его активно использует в своем подходе его подход это больше чем то что я рассказал и не со всеми решениями которые он использует я согласен но это очень интересно посмотреть я не обещал что моя презентация будет долгой поэтому это все если есть какие-то вопросы то я с удовольствием постараюсь на них ответить пока пока вопросов нет или думать мак спасибо огромное за презентацию очень интересно это как раз такой вот взгляд вопрос если говорить про медиатор и вот этот прайтер но из того что ты рассказал плюсы прайтер я так ну вот эти ретро и полиси и тому подобное я так понял что в медиатор тоже можно легко поле подключить и в принципе это все будет или там немножко как-то сложнее сложнее медиатор это взаимодействие на уровне внутри процесса там поле не нужен то есть что такое ретрай это когда ты повторяешь запрос если он не прошел почему-то из-за каких-то там не знаю проблемы в сети сервис упал у тебя не может случиться никогда такого что ты вызываешь свой класс а он упал если у тебя упал класс у тебя приложение не работает как бы дата access layer может за что упасть и упасть следующем нажиме если он отпал то он находится в другом процессе это уже межпроцесс коммуникейшн если у вас впав процесс то ваш процесс уже не работает то сенс в том что импроцесс коммуникейшн импроцесс это ваша аппликуха которая выполняется в текущем потоке не ну то есть сенс повторювать например как это команда выполняется импроцесс но она мает связок на базу данных база данных недоступна в таком сценарии это не рассчитывается так так это уже интерпроцесс но база данных практически отсюда присутня в командах поэтому насколько применимо это все в таком разе моя рекомендация была бы хендлити это на рівні дейта аксесс лейера это уже не бизнес логика это когда вы маете связок между компонентами и один компонент потребует результата работы другого если идет про взаимодействие с базой данных то это ответ дейта аксесс то мы не должны в бизнес логике хендлите какие-то проблемы с базой или взаимодействие мать зависимость от того как самая база працюет теоретично бизнес логика мать справу с бизнесом и не с тем как самая вы имплементировали дейта аксесс это может быть потом еще дейта если это будет потребно в если это вообще будет потребно не очень часто так я видел но в любом разе я бы не рекомендувал что специфичное для базы имплементовать на бизнес уровне думка зрозуміла все одно залежністю команды есть дата аксесс так абстракт может быть или это была одна из фишек мы можем вставлять разные реализации на разные фреймворки десь воно аксессулювано ну если это частина то давай спробуем я можливо задаю очевидные питания просто не это очень полезное питание и очень валидный point давай попробую рассказать так у нас есть команда у нас есть handler он принимает зависимости те саме какие ваша бизнес логика принимала до такого рефакторинга и эти зависимости это дата аксесс левер в том числе это просто сенс в том чтобы использовать паттерны ретрай или соки брейкер в самой команды тут а в том чтобы использовать их в data access то команда приймає залежность на data access но data access encapsule в собе взаимодействие с базой то уже цей соки breaker и retry и тайм out они используются уже в середине data access но там же мы можем мать можем не мать команды то мы используем эти лебы я уже не рассмотрел в этой презентации если говорить о какие-то сервисе домен сервисе и например у нас есть ризная политика по ретраях это механический випадок ризная политика по ретраях в разных сервисах или разных командах то оно не працюет если оно будет сделано один раз в тексе с лейере то в одном випадке мы можем чекать на то в другом випадке нам нужно завалить сразу это уже зависит потому что это означает что то дал мое метод который используется например мое шариться в другом випадке в командах дал частіше всього может мать метод которые шарятся так это первое по-друге если бизнес логика каже какие в ней могут быть требования для data access это уже справа бизнес логики тогда вы правы и нужно использовать паттерн в бизнес логике макс а ты маешь какие-то проекты реальные фидбэки от реальных проектов где люди счастливые працювали с этим счастливым окрім богарда у нас середине сервии немало я просто працював десь приблизно рік на цьому CQRS и медиаторами здаясь використовала медиаторами використовала я вам скажу ну якщо вам цікаво можу свіду розказати цікаво починається все красиво починається все з того що воно все розвязано то що ти розказуєш то що ти в лекції розказав та абсолютно правильно ми почали принаймні з таких пунктів та все красиво через деякий час ти розумієш що коли в тебе більше десяти якихось контролерів менеджерів якихось енцій ти розумієш що в тебе починається це все розростатися в геометичній професії тому що тобі треба команди тобі треба тобі треба це все розділювати тобто ти все множиш на два і ти ще додаєш додаткові ці енції друге це пекло дебагування повірте мені цю штуку про дебагувати це треба встрелитись тому що тобі треба ловити ці хендлери якщо вони не синхронні то взагалі просто казка і тому подібне третє вводити джуніків в проект та ще біль люди взагалі не розуміють що це як це і тому подібне що там не знаю який вже пункт тестувати тестувати неможливо цю штуку принаймні ну приходилося половину коду просто пропускати щоби тільки хендлери вдавалося тестувати ну і останнє це розв'язаність то що ми на початку та основна фішка цієї штуки розв'язаність ми зіткнулися з тим що під кінець коли вже проект досить розрізся ми десь рік пропрацювали слава Богу його закрили через рік треба було все тримати в голові тобто там в нас було два сіньора ми ще трималися сіньор звільнився і трималося все фактично на мені я один більш-менш розумів всю ту архітектуру як воно працює всі інші просто бігали і питалися а що то за хендлер а що то за команда і тому подібне ну і звісно якщо ти помиляєшся в хендлері якоюсь командою чи ще щось тобто в тебе на раз-два може бути ситуація коли в тебе не імплементований хендлер до твоєї команди ну і звідси питання як то все про дебагувати і тому подібне так що ну я вам скажу так що я рік попрацював ми відхрестилися і ми раді щоб більше цією штукою не користувалися і більше бо я працював в такому тімі де нам давали такі невеличкі утиліти там писати на півроку на рік ну і нам звісно давали там повну волю вибору пишіть на чому хочете хоч на візуалбейсіку ну і ми рішили були заімплементувати цю штуку я вам скажу що більше я не хочу своїй досвіді мати такого штуку серйозно не знаю може то наша артіма така тупенька і не справилася але реально ну дуже багато це дуже валідний пойнт ще раз це не є сільвербуліт вона не підійде будь-де і частіше за всього вона вам не потрібна якщо ти маєш досить просту логіку кратподібну це overkill це як ти казав тупо помножити на x кількість коду але вона підходить коли ти маєш велику бізнес-логіку великі залежності в цьому ну та але то що я кажу під кінець я розумію архітектуру які залежності тобто як вся команда має тримати в голові ті залежності бо воно все розв'язується на етапі компіляції ти не бачиш не розумієш що в тебе тобто люди реально не розуміли цю архітектуру так-так-так це є теж проблемою джуніків треба навчати це перше в мене нігле не розумілося ніфіга це треба дивитись на окрему реалізацію як ти вважаєш якщо б це все покласти в один клас це було би простіше скажу так навіть коли є такий величезний величезний продукт наприклад та у нас є продукт менеджер якийсь великий продукт основно він величезний його можна назвати год обжіктом якийсь мега супер антипаттерн але потім ну не знаю принаймні мені з ним простіше працювати тому що я можу попросити від менеджера один спринт технічний спринт дайте мені технічний спринт щоб я це все зарефакторив і я трачу там певну час на рефакторинг того всього коду і ми йдемо далі і скачемо і радуємся і мені команду легко модифікувати і тому подібне так що ну не знаю я розумію що це антипаттерн але з ним принаймні легше працювати на реальних проєктах цілком цілком можу підтримати такий пойнт до якогось певного ліміту це простіше потім настає такий день коли ти кажеш дайте мені все зарефакторити тобі кажуть а потім ще раз потім ще раз а потім дупа ну може бути та напевно залежить від проєкту від фірми так-так-так рефакторинг це одна з тих речей котрі не відпадають будь-що ти використовуєш якщо ти не використовуєш CQRS тобі потрібен рефакторинг якщо ти використовуєш все рівно він тобі потрібен бо на головну кодити можна що там що там ще я з одним пунктом з тобою не дуже згідний щодо тестування це напевно йдеться про тестування вже продукта вручну чи як ні те саме юніт-тести наприклад написати ти не маєш якоїсь гарантованої відповіді тих юніт-тестів я вже не пам'ятаю бо кажу трошки давно працював якось з голови вилетіло але я пам'ятаю що ми якось з тими тестами дуже мучилися і ми рішили так що тестуємо тільки хендлери там логіку хендлерів і допобачення а як взаємодію тобто ми хотіли наприклад потестувати взаємодію що дійсно ти вислав о так ми хотіли потестувати що дійсно ти вислав команду таке інтегрейшн от цього нам не вдалося зробити о так згадав це вже залежить від того як само ви взаємодіяли між в командах тобто команда залежить від якої команди як відбувається але якщо йдеться про тестування на рівні однієї команди то їх трошечки легше тестувати бо в них не є ось така залежність і тестувати писати інтеграційні тести на команду трошечки простіше бо тобі не треба купу депенденцій вставляти створювати кожного разу як ти хочеш помножити 2 на 2 але є fake it easy тому подібні штуки от зараз хлопці мені показують автофік чи взагалі сам тобі все творить тобто або це мають бути інтегрейшн тести і ви вже інтегруєтесь з тест базою є такий підхід я не кажу що він там кращий або гірший це просто інший підхід але він теж існує це не певно проблема з тестами це проблема його контейнера так тобто як воно розмовляться от тут вона точно так само буде як і з командами бо там ті самі депенденці з командами буде трошечки простіше бо команда буде мати менше депенденцій але насправді як воно реально розвовується де інтегрейшн теста як це порозволується так як в аплікаціях це вже так би мовити інтринсік комплексіті якщо бізнес логіка дуже складна саму сутність бізнес логіки змінити не вдасться тобто те що у вас купа залежності при прийняти рішення це нікуди не піде якщо у вас треба прийняти до уваги 25 різних показників щоб прийняти рішення для однієї команди використовуй не використовуйся QRS це не зміні цього тобто тут же піднімається питання того як коректно змодельована бізнес логіка чи може її варто переглянути це вже на рівень вище ніж контролери і взагалі аплікація це може бути на рівні взаємодії з юзером може бути на рівні взаємодії з даними наприклад обчислення частини необхідних рішень заздалегідь тобто вже дендермалізувати дані і створити частину рішення при зміні якихось показників якщо вони змінюються в однієї області то це виходить за рамки однієї команди Максим ты говорила у тебя там щось по